В Якутске проходит 22 заседание Российско-Американского Тихоокеанского партнерства. Это одна из деловых площадок торгово-экономического сотрудничества между Россией и США. В состав РОТОП входят представители 11 регионов России, 9 дальневосточных, а также Забайкальский край и Бурятия и 8 штатов США. Какие вопросы в повестке заседания расскажет Юлия Михайлова. Несмотря на сегодняшние сложные политические отношения между Россией и США, деловые и научные круги обеих стран продолжают укреплять свои партнерские отношения. Диалог всех заинтересованных структур происходит в рамках РОТОП. В таком формате представители Российского Дальнего Востока и переглядских штатов США могут и в непринужденной атмосфере обсуждать весь спектр вопросов, проблем и неразвития межрегионального сотрудничества, обмен опытом, лучшими практиками обладают наши права. В связи нашего региона с Америкой насчитывают не одну сотню лет. В этом году трасса Алсип отмечает 75-летие. Фербенкс и Якутск связывают дружеские отношения с 1989 года. Десятки лет в горнорудном производстве, в медицине используется техника известных американских компаний. Налажен межвузовский обмен студентами. И такие связи должны только расширяться. В Российской Федерации США остается на шестом месте как торгово-экономический партнер. Это очень весомый и значимый вклад. Мы прекрасно понимаем тот потенциал, который действительно сохраняется и на самом деле политически сдерживается с точки зрения реализации. Это и в технологической сфере, инвестиционной сфере, научной сфере. Конечно, этот потенциал в малой толике только в настоящий момент реализован. Стратегия социально-экономического развития Якутии до 2030 года предполагает создание несырьевой экономики. Уже в эти годы активно начата работа в области энергоснабжения, создания возобновляемых источников электроснабжения. Республика делает упор на развитие интеллектуального потенциала. Главой республики принято решение о реализации проекта строительства IT-парка в городе Якутске. И те технологии, которые сегодня и получили широкую известность в таких известных территориях, как Силиконовая и Кремниевая долина в Соединенных Штатах Америки, и те мероприятия, которые они там проводят, и опыт резидентов этих территорий, они могли бы быть очень полезными при как раз таки формировании этого IT-парка здесь, в городе Якутске. На сегодня партнерские отношения могут развиться в транспортной сфере, к примеру, в малой авиации, развитие Северного морского пути, в строительстве гидроэлектростанции и многом другом. По итогам заседания будет принята резолюция, в которой отразится новый вектор развития партнерских, добрососедских отношений наших стран. Юлия Михайлова, Евгений Рязанский, НВК Саха, Якутск.